Ну а сейчас встреча начинается. Ульнас на льду первое звено. Продолжается наша атака. Шипачев шайбой переводит её назад на защитника. Это Бойнов у нас сейчас единственного защитника играет. Бросок Шипачева, балл! 1-0! Вот очень важно было забить сразу, забить в большинстве и повести в счёте. Это нам ничего само по себе не гарантирует, но стратегическую инициативу сборной России захватило. Антон Слепышев принимает поздравление от всей скамейки. Сейчас это именно он представлял ключ тут на пятаке. И так были, может быть, вопросы вообще относительно Антона Слепышева в бригаде большинства. А вот в этой, но вот мы видим, что здесь он оказался в нужном месте в нужное время. Это эпизод, который начинало большинство, когда финам удалось спастись. А вот вторая попытка. Всё то же самое. Слепышев на пятаке. Шипачев делал ему на пятак эту передачу. И снова финны в атаке. Теперь уже у ближнего к нам борта. У нас продолжается вот эта вязкая борьба. Один за другим силовые приёмы. Все попытки вылезти финнов на пятачок пока ничему не приводят. Соответственно, остаётся отдавать только назад на защитника. И здесь потеря. Не можно контратаковать нашей сборной. Слепышев. Бросок в воротах. Гол! Антон Слепышев делает дубль за 2-0-3 до конца третьего периода матча. И так, конечно, по такой игре 2-0. Это если не победа, если не гарантия победы, то очень близко к этому. Слепышев через 2 минуты после начала матча забил, за 2 минуты до конца. Так, открыл и закрыл эту историю. Наверное. Наверное. Не буду пока... Но рывочек получился замечательный у Слепышева. Да. И давайте посмотрим ещё раз. Во-первых, он сам отобрал шайбу. Здесь никакой весной не сумел её обработать. Слепыш потом воспользовался, убежал. И в ближний угол здесь Токима, наверное, мог сыграть понадёжнее. Но не сумел он выручить финскую команду. В итоге 2-0. На «Газпром-арене» сборная России ещё не пропустила ни одной шайбы за два матча. 7 заброшено. Все в ворота финнов. Ни одной не пропущено. Поздравим нашу сборную с победой. Поздравим те 67 тысяч болельщиков с победой нашей команды. Они, я надеюсь, так же, как и вы, уважаемые телезрители Первого канала, получили удовольствие от этого матча.